дорогие друзья меня часто спрашивают почему имея несколько сотен вузов в москве несколько тысяч вузов в россии в которых можно учиться учиться заочно учиться на дистанции если вы не хотите приезжать в этот город почему нужно все-таки поступать российский государственный социальный университет есть несколько ответов но для меня сейчас будут важными три и я хотел бы с вами этими ответами поделиться ответ номер один вот недавно закончился питерский экономический форум и как вы думаете кто например обеспечивал информационную поддержку этого форума наши студенты наши студенты бегали там работали фактически пресс-центром министерства образования и науки понятно что это не все наши студенты понятно что они лучше но тем не менее это те кто фактически работали на главном форуме лето еще несколько фактов да там у нас на факультете например есть центр который учат студентов и руководителем которого является первый заместитель генерального директора холдинга комсомольская правда есть еще один центр который тоже учат студентов и руководителем которого является а заместитель генерального директора холдинга аргументы и факты о чем все это говорит. В целом по ВУЗу, я сейчас касаюсь не только нашего факультета, в целом по ВУЗу Российский государственный социальный университет это ВУЗ, который встроен в государственную программу, в государственную систему. Это ВУЗ, который взаимодействует с органами государственной власти, с крупными компаниями, с системообразующими предприятиями и так далее, и так далее, и так далее. Наши студенты работают там, они проходят там практику, специалисты оттуда приходят к нам для того, чтобы вести занятия. И, как вы понимаете, совершенно разные вещи, не умаляя достоинства преподавателей, например, других ВУЗов, но совершенно разные вещи, когда тебе лекции читает преподаватель, который ничем последние 20 лет, кроме чтения лекций, не занимался, и когда тебе лекции читает, например, руководитель крупного информационного холдинга или руководитель главного социологического центра страны. Совершенно разные вещи, как мы понимаем. Если, например, ты даже хорошо учишься, то пойти в результате на практику в какое-нибудь местное отделение какой-нибудь местной кадровой службы или, например, пойти, как у нас в этом году было и в прошлом году было, на практику в секретариат первого заместителя руководителя правительства. Первый аспект, почему стоит рассматривать РГСУ, это потому что вот эта встроенность в государственные структуры, встроенность во взаимодействии с крупнейшими компаниями в нашей стране и обеспечения, собственно говоря, всей социальной политики нашей страны, дает прямую кадровую траекторию, прямую карьерную траекторию. Выходя работать, вы можете работать уже не просто там клерком в местном отделении какой-нибудь структуры, вы можете сразу идти и работать в крупнейшей организации в нашей стране и делать хорошую карьеру. Вторая причина, почему стоит в РГСУ, и это еще и продолжение, так сказать, первой мысли. Мы, может быть, не очень скромно, но, мне кажется, очень заслуженно называем себя главным цифровым вузом страны. То есть на самом деле цифровизация, которая прошла в высшем образовании, то есть у нас началась, в общем, достаточно давно. И это не значит совершенно, что вам не нужно приходить в аудитории, это не значит совершенно, что вам не нужно учиться очно. Это всего лишь значит, что все обучающие материалы сделаны в цифровом виде настолько технологично, что вы можете каждый раз там ежегодно не переслушивать одну и ту же лекцию преподавателей. Вы можете посмотреть ее в интернете, а с преподавателями взаимодействовать уже на проектной деятельности, на практических занятиях, на решении проблемных ситуаций, на стратегических сессиях и так далее, и так далее, и так далее. Аудиторной работы и у преподавателей, и у студентов не меньше, но она сгруппирована с помощью цифровых технологий таким образом, что это гораздо лучше работает на ваше обучение и на вашу будущую карьеру. Что касается карьеры в этом смысле. Каждый студент у нас имеет цифровое портфолио, и это еще одна особенность нашего вуза. Цифровое портфолио, в котором отмечаются все его победы, его хорошие оценки, его волонтерство, его участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. И все это дает возможность работодателю, потенциальному работодателю просто заглянуть в его цифровое портфолио и понять, кто перед ним и насколько стоит брать его на работу. А поскольку нашими работодателями опять же являются крупнейшие государственные и коммерческие компании нашей страны, у которых тоже прошла цифровизация их кадровых служб, у вас появляется прямая возможность делать карьеру в нашей стране, даже если вы родились в каком-то далеком городе, в далеком селе, но тем не менее вы вполне можете сразу выходить на вот эту самую карьерную траекторию. Ну и наконец, третья причина, почему имеет смысл учиться в РГСУ. Третья причина заключается в том, что наше образование очень практично. То есть вот если вы посмотрите в учебные планы, в учебном плане каждого года существует такой раздел, который называется «Проектная деятельность». Это значит, что человек не просто приходит там, залил себе на лекции какие-то знания, потом слил на экзамене на стол преподавателя и ушел с чистой головой. Это значит, что наши студенты с первого курса, ну вот если брать наш, например, факультет, журналистика и реклама и связи с общественностью, с первого курса они снимают, монтируют, занимаются всеми соцсетями нашего университета, поскольку в нашем университете нет большой профессиональной пресс-службы, это делают студенты нашего факультета и делают, в общем, вполне успешно. И также это же можно сказать по каждому факультету. Каждый факультет дает возможность с первого курса студентам осуществлять практические проекты, делать то, что человек будет потом делать в плане своей работы, в плане своей карьеры. Но делать уже сейчас и выходить из университета не просто с бумагой о том, что вы прослушали какие-то курсы, а с практическими навыками, с практическими компетенциями, причем и жесткими, и hard skills, и soft skills. Поскольку вот этому важному аспекту, мягкие навыки, навыки, которые даются любому человеку, а потенциально любому руководителю, навыки переговоров, навыки публичного выступления, навыки волонтерства, навыки работы с документацией и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы выходите из нашего вуза уже полностью упакованными, что называется, полностью готовыми к профессиональной деятельности. И если вам где-то, куда вы придете, скажут традиционно, да, забудьте все, чем мы вас учили в вузе, мы сейчас вас научим заново, вы можете совершенно спокойно сказать, нет, нас учили именно тому, что в результате пригодится в вашей организации и в нашей работе. Поступайте по-своему с образовательным кредитом от Сбербанка с государственной поддержкой. Выше образование стало доступнее, в Сбербанке можно получить кредит на оплату обучения, а государство предоставляет субсидию, которая покрывает часть процентов по этому кредиту. Выбирайте любой лицензированный вуз. Получить кредит в Сбербанке можно на оплату всего обучения целиком или отдельного семестра. Чтобы фокусироваться на учебе, а не на выплате долга в первые и второй годы, достаточно погашать только часть начисленных по кредиту процентов. С третьего года и до конца обучения тоже только проценты уже полностью. Плюс девять месяцев после окончания учебы, чтобы найти работу. И уже после этого будет еще целых пятнадцать лет на выплату самого кредита и процентов за первые годы обучения. А можно погасить и раньше, без комиссии. Чтобы оформить кредит в Сбербанке, нужно подготовить документы и заполнить заявление. Подтверждение доходов для получения кредита не требуется. Совершеннолетнему заемщику потребуется паспорт, договор с ВУЗом об оказании платных образовательных услуг и счет на оплату обучения. Кредит можно оформить самостоятельно. Если заемщику меньше 18, понадобится свидетельство о рождении. Заполнить заявление и подать документы клиент должен вместе с родителями. Потребуются их паспорта и письменное согласие на оформление кредита. Банк рассмотрит заявку в течение трех дней. Если решение по кредиту положительное, путь к образовательным вершинам открыт. Образовательный кредит от Сбербанка. Поступать по-своему – это мое. Продолжение следует...